Еще раз аплодисменты, Танакай! Бестоланные барды веками сломают песни о Тирале Дикарабиане, Архонте-Бурь и Повелителе Ветра. Он был невероятно властным и оторванным от человечества монархом. Король Северных Ветров Андриус объявил ему войну и обрушил на регион Метель, превратив земли в замерзшую пустошь. Дикарабиан окружил город барьером изгощих ветров, чтобы защитить народ, но простой Люд видел в Повелителе Ветра лишь Тирана. Люди желали увидеть мир за барьером, подняли восстание, и Дезбот встретил свой конец в Амураке. Андриус и Барбатос оба имели право занять его место. Андриус, не способный полюбить человечество, отказался от титула анома Архонта. Так в Манштадте появилось новое божество. Элементаль Ветра, Бог Песен, Архонт, Свободы. В Войне Архонтов Барбатос одержал победу и стал одним из божественной семерки. Он отказался управлять своим народом, даровав людям свободу, и отправился путешествовать по Таевату. С самого рождения Двален, элементальный дракон, тянулся к людям. Очарованный звуками лиры, он познакомился с Анной Мархонт, который научил его понимать человеческую речь и стал его другом. И тогда в городе воцарилась гармония. Хранитель Северных Ветров обосновался в Гульфендоме, издалека поглядывая за покоем Манштадта. Хранитель Восточных Ветров парил в небесах, оберегая город. А титул Хранителя Южных Ветров и поныне передается в рядах защитников города, Рызри Ордо Фавониус. Но даже величайший подвиг однажды будет забыт. Забление однажды настигнет каждого из нас. А что в самом деле есть смерть? Утрата физического тела или тот момент, когда тебя забывают? В отдалякие времена в долине Гуйли процветал город Дух Архонтов, бог контрактов Морокса и богини Пыли Гуйчжу. Долина процветала не только благодаря их союзу. Тысячи лет элементальный дракон Ашдаха дремал под землей. Когда он проснулся, каждое его движение заставляло землю дрожать. Морокс предстал перед ним, поднял над землей и даровал слепому дракону пару глаз. Вечно благодарный Ашдаха заключил контракт с Архонтом и стал защитником Гуйя. Мархосиуса, еще его друга Морокса, знали как доброго и отзывчивого бога очага. Он был очень близок к людям и даровал им тепло, зажигая очаг в каждом доме. Земли Льюэ процветали, пока не началась война Архонтов. Хеврия была доброй, но слабой богиней Соли. И во время войны могла лишь попросить у Морокса убежища. Он отдал ей территорию, ныне названную Солеными Землями. Король Соленого Города решил, что слабость Хеврии погубит всех ее последователей. Поэтому дождался момента и убил богиню, ударом лежа в спину. Водный змей Ассиал, известный как тот, что лежит в глубинах, древний Архонт Вихрий, что был способен вызвать цунами высотой с горы Льюэ. Они с Мороксом были старыми врагами, а война Архонтов стала поводом разрешить их контракт. Они долго и упорно сражались, и Морокс пригласил Ассиала к одну моря, запечатав его силу. На войне Аждах и Морокс сражались плечо к плечу, но со временем дракон начал страдать от эрозии, забыл лицо Морокса и начал нападать на тех, кого поклялся защищать. Богу контрактов было тяжело усмирить обезумевшего Аждаха, но собрав остатки сознания, старейший из Геори Шапа принял свою судьбу, и его разрушенное «Я» было запечатано под древом подавления. Земля Лиоэ была лишена плодородия и испытывала бедствие. Желая спасти жителей города, Мархозиус вложил всю свою энергию в саму землю, чтобы поддержать ее жизненную силу. Он передал свои рецепты и секреты пламени Мороксу, прежде чем удалиться в горное святилище и впасть в спячку. Гуйчжун храбро сражалась в одиночку, но когда Морокс все-таки прибыл на помощь, он нашел лишь ее безжизненное тело среди руин. Война Архонтов была окончена. Морокс вышел победителем. С тех пор было запущено множество небесных фонарей, минуло много приветствий и прощений, многие жертвы были забыты. Для Архонтов жизни людей мимолетны, как свет фонарей, но так ли уж боги отличаются от людей? Может, как пыль оседает после бури, они тоже однажды вернутся к бренному праху? Астану Грибу поведал тебе о месте, где я был рожден и брошен. История Инадзумы намного глубже, чем принято считать. А раба Зинумикота, великий бог океанов, появился в темном море, сбежав из царства вечной ночи. В морской пучине он обнаружил брошенных людей и стал их покровителем. Он отламывал от своего тела коралловые ветви, чтобы дать народу свет, построить лестницу на поверхность и создать остров, который позже люди назовут в его честь. Раньше Инадзумы правили две сестры, но младшая всегда оставалась в тени. У них был один идеал – вечность, но они так и сошлись в его понимании. Эйя считала, что вечность – это что-то неизменное и постоянное. Макота же видела от вечности не застывшее время, а силу, которая заставляет людей мечтать и тянуться к будущему. Вечность растягивает события на долгое время, но каждое мгновение внутри него становится все более хрупким. Предания об этом все еще рассказывают под сенью громовых саку. Во время войны архонтов Арабаси вторгся на земли Сёбл Нарайден. В ходе сражения было множество погибших, а сам бог океанов оказался повержен. Близнецы одержали победу, и Макота стала Электроархонтом. Они жили в мире до катаклизма, что произошел 500 лет назад. Монстры появились в Надзуме, разрушая все на своем пути. Макота отправилась на битву одна, не сообщив об этом Эйи. К тому времени, когда младшая сестра нашла Макота, та уже была мертва. Райден Эйи осталась одна. Она трусливо искала способ избежать эрозии, желая создать кукольную версию себя и запечатать сознание. Сначала я был предан Архонтам, моей создательницей, моей матерью. Она ценила силу, потому и бросила меня, сочтя бесполезно. Я был лишь жалким прототипом. Создав идеальный сосуд, Райден Эйи трусливо оставила подданных, уединившись в медитации, предпочтя обязанностям глупые мечты о вечном. Бросить свое создание на произвол судьбы, прикрываясь словами, я не хотела вмешиваться. Ну, знаешь, давай не будем об этом. У меня есть более интересные рассказы для тебя. Музыку, пожалуйста. Ирмисуль — древнее дерево, хранящее в себе знания о всех существах Тейвата. Но я поведу тебе историю о том, кто теперь навеки стерт из его памяти. Согласно легендам Сумеру, Сабзерус был празднованием дня рождения Руха Деваты, Дендра Архонта, богини мудрости. Друзья устраивали грандиозный пир в ее честь. Богиня цветов на бубликаторе исполняла танцы, посвященные подруге. Вместе с Руха Деватой и Алым Королем, владыкой пустыни, они были тремя богами-правителями Сумерова. Король был очарован красотой и нежностью на богу, а она никогда не задумывалась о его любви. Однако Алого Короля манили запретные знания. Погрузившись в изучение древних писаний, он рисковал навлечь на себя гнев богов. Руха Девата же, услышав о его планах, отказалась поддержать их. В какой-то момент, по неизвестной причине, Алый Король убил богину цветов. В тот момент, когда он осознал содеянное, от скорби он сошел с ума. Запретные знания навлекли на его народ множество бедствий. И в тот момент пути друзей разошлись. Видя, сколько горе принесли его стремления, Алый Король пожертвовал собой. Но было уже слишком поздно. Его жертвы было недостаточно. Ирминсуль давно был отравлен. Руха Девата отдала свою жизнь, желая избавить от проклятия священное древо. Так и погибла богиня лесов и мудрости. В тот день трава и деревья умолкли. Людям нельзя доверять, а архонты внушают мне лишь ненависть. Я смеюсь над их миром и отрекаюсь от него. Я никогда больше не буду осквернен этой грязью. И никакое сердце бога не поможет заполнить пустоту в моей душе. И я сотру себя из Ирминсуля и навсегда исчезну из истории Тельвата. Мое время подходит к концу. Эй, я уже давно за тобой слежу. Ты меня слышишь? Ну, конечно. Меня зовут Нахида. Мне нравится слушать истории, что звучат в сердцах людей. Так что, можно я меняю свои знания на истории о твоих путешествиях? Да что ты можешь знать? Все люди-архонты пыль под моими ногами. Их действия бессмысленны, а убеждения глупы. И о чем ты можешь поведать мне? Может, я и выгляжу, как ребенок, но понимаю этот мир получше многих. Мы мечтаем о небе, потому что не умеем летать. Когда ты добьешься того, что так долго искал, наступит ли покой? Или лишь больше станет пустота? А вот и... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА МОЛОДИЯ УДАНА БОХАЕТ ГРУХАЕТ ГРУХАЕТ БЫХАЕТ МОЛОДИЯ БЫХАЕТ 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 КОНЕЦ